Антон Емельянов, Сергей Савинов. Мир Карика. Книга пятнадцатая. Король башни. Пролог. Вечные равнины. Спекшиеся и выровненные бесконечными ветрами куски лавы создавали ощущение, что идешь по идеально ровной плитке, уложенной криворукими рабочими. Петрович на мгновение поморщился, вспомнив свою первую жизнь. Каким он был жалким тогда и какого могущества добился теперь. Но все же были вещи, которые не очень нравились даже Повелителю Теней. Он поднял руку и коснулся человеческой половины своего лица. Несмотря на то, что прошел уже месяц, как пожиратели стихи вытащили его с испытания Карика, вырвав из прошлого тела. Фантомные боли до сих пор преследовали бывшего копейщика. Чертов кот. Лицо Петровича по-настоящему скривилось. Но тут он почувствовал движение духа в тени. И поспешил рухнуть на колени. Кажется, Повелитель решил сегодня не мучить его ожиданием. И явился почти сразу. Человек почувствовал, как его накрыла огромная тень и приподнял взгляд. Это был он. Его учитель. Тот, чей голос вел Петровича в этом времени. Тот, кто помог ему добиться силы и могущества, которое уже скоро сокрушит и Демиурга, и старуху, и прочую мелочь. Огромная живая тень, похожая на сгусток ожившей ночи, колыхалась над бывшим человеком и молчала. Можно было бы подумать, что это существо никак не связано ни с людьми, ни с богами. Но Петрович, благодаря единению с местной стихией, чувствовал, что это не так. Чувствовал, однако предпочитал молчать. Раз его учитель предпочитает скрываться, раз не хочет показывать свою настоящую суть, кто он такой, чтобы вмешиваться в его планы. «Ты сегодня не один», — неожиданно сказала тень. И Петрович вздрогнул. «Тут никого нет». Он поспешил оглянуться по сторонам. Рядом по-прежнему было пусто. И раньше, и теперь. Но тут в воздухе появился вертикальный разрез, похожий на приоткрывшуюся дверь, за которой горит резкий белый свет. Переломился, разрастаясь в несколько раз. А потом из него появился тот, кого Петрович ненавидел всем своим сердцем. «Кот!» — прохрепел он. «Я тебя!» «Хватит!» — как-то устало произнёс старый враг. А потом подкинул и сжёг в воздухе четыре человеческих сердца, замороженных в пирамидках из обмана. «Светлые!» — почувствовал Петрович. И сразу понял, как кот сумел обмануть его органы чувств. «Значит, нашёл аж четырёх носителей стихии света. Вырвал у них сердца, чтобы получить доступ к их алтарям. А потом использовал этот набор, чтобы сделать четыре шага. Любую другую стихию повелитель теней на таком уровне исполнения почувствовал бы без особых проблем. Четыре — это не так уж и много. Но свет слепил тень. И чёртов кот, конечно же, не мог это не учесть. Правда, Петрович пока не мог понять, на что его враг рассчитывал, приходя сюда. Если его там можно было обмануть, то учителя никогда. Что и случилось? Неужели кот допустил ошибку? «О, это было бы так чудесно!» «Я хотел поговорить!» Игнорируя старого товарища, кот обратился напрямую к тени. Петрович скрипнул зубами. Ничего он не забыл. И даже своё появление в «За гранью обычного мира» — это чёртово порождение обмана, как всегда, продумала и просчитала. «Чего ты хочешь?» Тень нависла над котом, но тот будто не заметил этого. «Я хочу силу вечных равнин. Я хочу силу клана, который не будет зависеть от палей духов. Я хочу мощь, чтобы уничтожить все башни королей смерти и жизни». Проговорив, этот человек замолчал. И в этот момент Петрович посмотрел на него немного по-другому. Да, он ненавидел кота. Если честно, уже и сам точно не помнил, за что, но точно ненавидел. Но сейчас эта готовность замахнуться на столь великую цель впечатляла. И, главное, глядя на кота, Петрович верил, что тот действительно способен на такое. Нужно просто немного помочь ему. И они вместе сокрушат мироздание. «Нет». Бывший копейщик тряхнул головой. «Ты больше не заманишь меня в свои сети. Делай, что хочешь. Говори, что хочешь. Но я тебе не поверю. Никогда». «Я дам тебе силу». В отличие от Петровича, его учитель не собирался отказываться от неожиданного союзника. Вот только в вечных равнинах нет кланов, нет башен. Ты можешь напрямую принять мою мощь. Но этого не хватит, чтобы свергнуть королей. Пока не хватит. «Если тут нет того, что нам нужно...» Петрович поморщился, когда кот так легко поставил себя на один уровень с самой тенью. Как будто они равны. Как нагло и в то же время как наивно. «Так давай сделаем это. Построим башню. Если это смогли духи, то и созданием вечных равнин, подобное, точно под силу». Петрович резко посмотрел на своего учителя. И тот действительно задумался. Сам копейщик привык опираться только на то, что ему давали. Да, он искал разные способы применения силы теней, но вот о том, чтобы создать что-то подобное, великое, он даже не думал. Чёртов кот. Опять захотелось ругаться. «Это возможно», заговорила тень. Пусть будет так. Мой ученик возведёт каменную основу. Петрович поспешил поклониться, принимая задание. «Я наполню её силой». «Ты же». Повелитель вечных равнин посмотрел на кота. «Приведёшь сюда клан воинов, который станет основой твоей силы. Пять отрядов по сто тридцать бойцов, пятерых лейтенантов, одного генерала и...» Тень замолчала, как бы предлагая коту самому стать первым королём вечных равнин. Но тот покачал головой. «И король духа в тени», сказал он. «Мне хватит и того, что я смогу использовать их силу». «А мне хватит того, что ты сделаешь вечные равнины сильнее», ответила тень. Повисла пауза. Все участники разговора мысленно обменялись деталями сделки и заключили договор. В тот же миг кот раскинул руки и упал спиной назад, выходя из мира, где когда-то родились зло, бездна и другие, не связанные с обычными духами стихии. «Ты понял, как он нашёл это место?» Тень посмотрела на Петровича, и тот невольно сглотнул, почувствовав, как тёмная сила сжимает его горло. «Да», — поспешил закивать бывший копейщик. «Он нашёл одного из моих пожирателей, поймал, распотрошил и отследил меня через подобие. Я прослежу, чтобы больше подобное не повторилось. Или умрёшь», — пожала плечами тень. Петрович быстро закивал, но потом не выдержал. Возможно, пример кота, который, как обычно, пёр против всех правил, вдохновил его. Хотя сам бывший копейщик никогда бы в этом не признался, даже самому себе. «Он нас предаст, обманет и предаст. Кот всегда действует только в своих интересах», — выпалил он. «Я знаю, что он играет в свою игру», — ответила тень. «Вернее, пытается. Но он ещё не знает, как сильно его надломила недавняя потеря. Он не сохранил линию своих потомков. И теперь это разрушает его изнутри. Если помочь ему устремить эти чувства в правильном направлении, из него может получиться отличный слуга». Тень замолчала. Петрович тоже ничего не говорил. С одной стороны, он был доволен тем, что его учитель всё понимает, что его враг обречён. Но с другой, внутри бывшего копейщика поселился страх. Ведь если план Тени удастся, если кот станет его слугой, то зачем будет нужен он, Петрович? Мир смерти «Продолжай!» Старуха подстегнула Малу одним словом и ментальным ударом. Девушка уже пять минут лоб в лоб сдерживала атаку Саанвульфа, Змеи смерти. Но повелительнице второй из величайших стихий хотелось большего. Малу подвернулась ей под руку случайно, во время турнира Демиурга. Но при этом девушка так искренне верила в неё, в силу смерти, что стала идеальным сосудом для зелёной стихии. И вот старуха уже месяц лично занималась её тренировками, готовя первого лидера, знамёна которого начнёт собирать новых учеников. Впервые за тысячи лет она попробует изменить своей старой стратегии, чтобы вернуть контроль над башней смерти. Чтобы совет королей приполз к её ногам и, унизительно присмыкаясь, умолял о прощении и предлагал верную службу. «Ты!» Старуха чуть не врезала по появившемуся невдалеке гостю ментальным ударом. Но всё же раздержалось. Уже тридцать дней не было никаких новостей о коте. И вот он явился в её башню, как ни в чём не бывало. Интересно, на что он рассчитывает. «Не ожидала?» Ответ кота был похож на шутку, но его лицо совсем не улыбалось. «Впрочем, понимаю. После того турнира я лишился части сердец смерти вместе с Санни. Ещё часть забрал себе карик, когда поймал моих друзей, и засунул в какую-то из своих темниц. Но сердце лейтенанта осталось при мне. И когда я нашёл его алтарь, как оказалось, больше ничего для возвращения контроля над левым крылом клана ворона и не было нужно». Старуха внимательно слушала стоящего перед ней человека. Фактически, он только что поделился с ней тем, где пропадал всё это время. Но пока он ни слова не сказал о том, зачем пришёл. «Хочешь умереть?» — нагло выпалило мало. И старуха недовольно щёлкнула пальцами в её сторону. Так что девушка тут же рухнула на каменный пол башни, хватаясь за горло. «Со змеем было проще. Тот хоть и большой, но зато всегда слушался», — невольно подумала в этот момент старуха. «Может быть, зря я взялась за воспитание учеников. Да они же меня в могилу сведут, причём не заговорами, а своей тупостью и наглостью». «Я хочу вернуться к нашему договору». Даже несмотря на извивающуюся на полу малу, кот ответил на её вопрос. «Это к тому, после которого я помогла Демиургу тебя прижать?» — иронично уточнила старуха. «Те, кто слабы, сами виноваты в этом». Кот просто пожал плечами. «Глупо обижаться на льва, которому захотелось кушать, или на повелительницу смерти, которая пытается понять пределы силы нового Демиурга, чтобы нанести ему тот самый удар». Старуха нахмурилась. «Значит, не обижаешься и готов воспитывать для меня новых воинов смерти?» Она смотрела на своего собеседника и пыталась понять хоть что-то из его мыслей. Увы, шаги обмана надёжно защищали его голову. «Тебе или мне? Какая разница, кому будет изначально принадлежать их верность?» Кот не стал скрывать свой интерес. «Главное, что в итоге это сделает сильнее смерть. А смерть, как бы мне не хотелось большего с одним крылом, одного-единственного клана под рукой, это ты». «Что ж, пусть так и будет». Старуха приняла решение. «Подтверждаю твой допуск на первые сто этажей башни. Разрешаю приводить сюда новичков, и... Мне даже интересно посмотреть, как духи смерти будут пробовать тебя достать. После того, как ты их бросил, заключив со мной сделку. Они же на тебя так обижены. Кстати, ты слышал, что твоего лейтенанта Воррена в Керри Дона, единственного, кто решил от тебя не отказаться после такого, посадили в тюрьму? Кажется, это общая судьба всех твоих союзников». Старуха надеялась, что новая информация хоть немного разбавит мысли кота. И она сможет всё-таки в них заглянуть. И у неё получилось. Одним глазком, но получилось. И человеку было плевать на судьбу своих союзников и их верность. «Какая холодность! Какая сосредоточенность на цели!» — невольно оценила Старуха. «Достойна смерти! Достойна!» Кот и Старуха выпустили навстречу друг другу свои стихии, скрепляя сделку, а потом человек исчез. Повелительница смерти вспомнила про свою ученицу и снова разрешила ей дышать. Кажется, та даже не успела умереть. «Анн!» — мало прохрепела. «Анн хочет нас предать! Точно хочет!» Старуха лишь улыбнулась в ответ на подобную непосредственность. Кажется, кот успел запасть в душу её новой воспитанницы настолько, что та даже опасается за неё, за повелительницу смерти. «Я знаю!» — просто ответила Старуха. «Это очевидно!» Но также очевидно, что он поставил на кон самого себя, и меня заинтересовала эта ставка. «Вы думаете, что он сможет стать частью нашей стихии?» — поняла Мало. «А что? Разве не красивая идея?» Старуха на мгновение представила будущее. Не строить бунтующих старых королей, а завести нового, своего, который просто сотрёт всё, и всех, что мне мешают. Рики, умирающий мир Уже месяц, каждую минуту своего свободного времени, Сарика посвящала тренировкам с новой бурой гнилью. Турнир помог ей добиться успеха. Она смешала смерть и хаос, создавая новую стихию. И, что было особенно прекрасно, никто из Большой Троицы её так и не заметил. Вернее, заметил, но не нашёл. Более того, у неё появился союзник Арику Хо, бывший наследник клана внутреннего города, а теперь хозяин целого безумного клана жизни. Этакая миниатюрная неправильная версия Демиурга. И ей, Сарике, это нравилось. Пусть и приходилось с ним общаться и делиться планами, но теперь, в отличие от её роли в Триумверате Сопротивления, она была не третий, вечно ничего не решающей девушкой на побегушках. Она была лидером. И молодой бог, хоть и пытался отстоять некоторую самостоятельность, всё равно смотрел ей в рот, воспринимая все планы и идеи как настоящее откровение. «Хотя», — задумалась Сарика, поймав очередной взгляд Арику, который снова на неё пялился. «Возможно, тут дело ещё и в его безумных духах жизни. Они ведь не только дают ему силу, но и влияют на мозги. Думаю, ещё год-другой, и как бы он слюни пускать не начал. Впрочем, не уверена, что этот малыш столько протянет. Не с моими планами». Сарика только в последний момент заметила, что кто-то открывает к ней проход. В её мир, в её замок. И поспешила повернуться к чужаку. «Привет». Перед ней стоял кот, с интересом рассматривая поднявшуюся перед ним волну жёлтой гнили. «Кстати, а почему только старой стихией пользуешься? Новую пока стараешься не показывать?» Сарика накмурилась. Она-то думала, что её маленькая хитрость так и не была никем разгадана, но нет. Конечно, кот не так опасен, как Демиурка или старуха, но всё же. Он показал себя очень сильным бойцом на турнире. Более того, он был врагом самого Карика. Нет, подобного бога нельзя игнорировать. И, что обидно, вряд ли получится так просто его убить. «Кот!» Арика попытался что-то сказать, но Сарика едва зыркнула на него, чтобы парень не болтал лишнего. И тот сразу замолчал. «Чего ты хочешь?» Девушка пристально посмотрела на незваного гостя. «Сделку?» Кот пожал плечами, как ни в чём не бывало. «Только не надо пытаться меня убивать. Тот же триумвират ты зачистил, не спорю. Чучело из барона Нигеля на центральной площади Кари тоже неплохо смотрелось. Но я ведь, в отличие от других, знаю, чего от тебя ожидать». «Что за сделка?» Сарика немного успокоилась и спрятала уже начавшие выступать из пола балкона пузыри гнили. И как этот кот научился так хорошо ощущать её стихии? Причём, как будто он знает о её возможностях даже больше, чем она сама. «И спасибо за поздравление. Тебя, кстати, вижу, тоже можно поздравить. Стабильный четвёртый шаг». Девушка оценила, как именно к ней могли подобраться, и сделала единственный возможный вывод. «После того, как я набил морду Карику, меня знает каждая собака в мирах богов. Так что никаких проблем с известностью и тем, чтобы использовать силу духов на этом уровне», — ответил кот, и Сарика оценил его подсказку о том, отчего зависит прорыв подобного уровня. «Похоже, иногда скрытность не так хороша, как она раньше считала. Что ж, это можно будет учесть». «А сделка?» Кот посмотрел на Арику. «Мне нужен будет доступ к силе клана жизни, когда я буду готов». «Хочешь попасть в их башню в кровавых полях?» — быстро спросила Сарика. «Но кот только пожал плечами. Впрочем, плевать на твои цели. Что я за это получу?» Девушка снова остановила бывшего наследника клана Хо, который явно собирался сходу отказать коту. Всё-таки тот просил о принадлежащей именно ему силе. Впрочем, Сарика и сама была неуверена, что этот бог сможет предложить им хоть что-нибудь, чтобы она согласилась на эту сделку. «Третья гниль», — сказал кот, «вот ты всё-таки смог её удивить. У тебя есть искажённая жизнь, есть искажённая смерть. Что скажешь, если я добуду для тебя ещё и кусочек тени? А там уж сама смотри, как её усвоить». «Я согласна», — быстро выпалила Сарика. Через минуту условия сделки были оговорены, и кот исчез. Девушка снова стояла на краю балкона. Рядом маялся Арику. И вот он не выдержал. «Ему нельзя доверять. Он заключил такую же сделку с Найто. А потом мой брат погиб. Он и тебя, и меня также подставит, не поморщится. Такие, как кот, даже не представляют, что такое честь». Сарика с интересом посмотрела на своего союзника. Впервые за весь последний месяц тот проявил такие яркие эмоции. Словно появление кота помогло ему хоть частично сбросить с себя узы безумных духов жизни. «Как интересно». В отличие от того, что выпалил Арику. Как будто она этого не знает. «Пусть он попытается», — сказала девушка вслух. «Вот только какую бы игру он ни вёл, если я соберу все три искажённые великие стихии, то…» Договаривать она ничего не стала. Даже тому, кто был связан с ней клятвой. И никогда и никак не смог бы ничего рассказать. Даже в своём мире, где ни четвёртый, ни последующие шаги не скрыли бы до конца любого чужака. Некоторые тайны настолько опасны, что раньше времени о них даже думать не стоит. Сарика ещё раз посмотрела на то место, где исчез кот, и, уходя от опасных мыслей, принялась размышлять о нём. Кто же он такой? Чего хочет, если смеет раскидываться такими обещаниями? Дворец Демиурга Карик стоял у своего трона и прислушивался к далёким звукам подчинённых ему миров. Они словно хрипели и стонали от боли. Где-то их терзала смерть, где-то безумие, разрушающих башен духов. Где-то что-то странное и чужое, чего он пока не мог понять. «Дамэш, а он придёт?» — спросил у него стоящий рядом бо. Месяц назад Карик считал, что толстый бог быстро исчерпает свои знания и советы, и от него можно будет избавиться. Но время шло, а польза от него не становилась меньше. Бог обмана действительно смог стать учителем Демиурга, помочь ему разобраться в интригах местной знати, показать свою силу даже после столь неудачно закончившегося турнира. Проклятый кот и его кулаки. Жаль, что с новыми стихиями пока не было прорывов. Но всё равно они каждый день двигались вперёд семимильными шагами. «Я знаю», — ответил своему учителю Карик. В этот момент где-то в отдалении хлопнула дверь. Демиург и его наставник невольно повернулись в ту сторону, сканируя пространство. Но вокруг было пусто. Просто сквозняк. Что бы ни задумал кот, чьё присутствие и активность они оба так ярко ощутили сегодня, к ним он заходить не собирался. Глава первая. Побег. Кот. Нет, я не Байрон, я другой. Я проверил все доступные мне алтари и стихии. Всё было готово к бою. Ещё неведомый избранник, как он гонимый миром странник. Пытаясь напеть всплывшие в памяти строчки из далёкого девятнадцатого века, я перенёсся на центральную площадь Каррии и, под удивлёнными взглядами узнавших меня богов, двинулся вперёд. Ха! Ещё бы они меня не узнали. Но только с русской душой... Чёрт, забыл, что дальше. Камнемостовой глухо ударили в подошву сапог, отмечая каждый шаг, словно звоном колокола. Но вроде бы я привлёк достаточно внимания. Теперь, когда всё закончится, никто не будет сомневаться в том, кто именно сегодня заглянул пошуметь. Четыре шага, пелена духов, телепорт. Я перенёсся в мир кровавых полей. Тут меня сейчас не очень любят. Так что я ни капли не удивился, когда два лейтенанта и толпа воинов-воронов попроще запустили у меня не меньше десятка быстрых атак. Соберись я тут задержаться, и меня бы потрепали. А потом бы и добили чем покрепче. Но я и не думал совершать подобные глупые ошибки. В мире духов я просто обошёл ограничение Кореи на телепорты, подкинул себя вверх над стоящим у меня на пути комплексом зданий сразу на несколько сотен метров, а потом вернулся. Не один. Со мной вниз летели теперь и прорвавшиеся следом атаки воронов. Я специально зацепил те, что были направлены мне в спину. При переходе из мира в мир, четыре шага назад, так же, как и зашёл, они лишились какой-либо изначальной инерции и теперь просто падали. Вместе со мной. Только в обратном порядке. Сначала эти сгустки силы, гудя и треща от переполнявшей их стихии смерти. Потом я, всё так же спиной вперёд, как какой-то парашютист-экстремал. Получилось красиво. Руки в стороны, перед глазами синее небо, и как будто в мире больше ничего нет. Увы, очень быстро снизу стали доноситься какие-то крики. А через мгновение мы обрушились прямо на поставленную кариком защиту. Здание, в которое врезалась сначала атака воронов, а потом я, было хорошо прикрыто, но недостаточно. Я или бог или никто. Так и не вспомнив середину стихотворения, я закончил его последнюю строчку прямо в такт бесконечных взрывов, в которые погрузилось всё вокруг. Всё-таки не так часто силы Демиурга сталкиваются с силами смерти. Но я это устроил, и защитный купол, который в любом другом случае задержал бы меня минимум на минуту, разлетелся на куски за считанные мгновения. И главное, во все стороны ударила волна такой разрушающей энергии, что ни один обычный бог не смог бы подать через неё сигнал своему начальству. Сам-то Карик, конечно, сумел бы заглянуть сюда, несмотря на любые мои перестраховки. Но кто же ему теперь расскажет, что я завернул именно в это место? «Кот, ты вторгся на территорию тюрьмы Демиурга?» На моём пути встали два стражника, и один из них поприветствовал меня по имени. Как я и говорил недавно Сарике, меня теперь знает каждая собака. Или каждый верный пёс. И... Я смирил бога стража взглядом. «Генерал Белли предупредил, что ты можешь застать нас врасплох, и отдал приказ. Стоящий передо мной бог смог меня заинтересовать». «И что же сказал глава всех стражников Демиурга?» спросил я у него. «Он сказал, что если мы не сможем позвать на помощь Карика или хотя бы его самого, то чтобы не рисковали жизнью...» Стражник отошёл в сторону. «Разумный. И этот бог, и его начальник. А вот напарник нет. Я чувствовал, как тот собирает стихию жизни, чтобы нанести по мне удар. Пытался скрыть это. Но куда ему с его-то концентрацией?» «Умри! За избранного, что спасёт наши миры!» Нервный стражник попробовал ударить меня, как только я прошёл мимо. Нервный и не очень благородный. И почему некоторые считают, что если они делают что-то хорошее, в их понимании, то могут при этом творить любые непотребства? Я сделал один единственный шаг смерти, чтобы вражеская стихия, воплощённая в виде золотистого копья, рассыпалась пеплом. А потом подошёл к бросившему мне вызов богу и пробил все его щиты, ухватил за горло. «Прости его!» Первый стражник попросил меня о снисхождении для напарника, но больше ничего не попытался сделать. Как я и думал, разумный и осторожный. «Он бросил мне вызов, сделал выбор, так что теперь его жизнь принадлежит мне». Я задрал рукав удерживаемого мной стража и проявил его татуировку. Тридцать один мир жизни. Норма, положенная слугам карика. И ещё немного сверху. Ничего запрещённого или выходящего за рамки. То, что нужно, чтобы провернуть отработанный мной за этот месяц приём. Я продолжил удерживать стражника за горло, а потом принялся обволакивать его разум своей волей. Ментальная атака в лучших традициях того, чему учила меня Майя. «Доверься жизни, погрузись в стихию Демиурга», шептал я. Глаза следящего за происходящим первого стражника расширились. Он не понимал, что происходит, но ему почему-то стало страшно. И не зря. То, что я сейчас собирался применить, оказалось очень и очень тёмной техникой. «Я... Я доберусь до тебя», — прошептал удерживаемый мной бог. А потом жизнь вокруг него закипела. Он последовал моему совету, и я тут же дёрнул его вперёд, накачивая ещё и своей силой и помогая совершить первый шаг под моим полным контролем. Да, как оказалось, первые два шага любой стихии вполне можно было сделать и без клана. Что я выяснил, восстанавливая контроль над левым крылом ворона. И это знание стало основой нового приёма. «Что со мной?» Стражнику было страшно, и в то же время он чувствовал, что стал сильнее. Это дало ему надежду. Глупую, наивную. Но он начал верить, что сможет со мной справиться. «Какая разница?» Я продолжил разговаривать с ним, посылая мысли напрямую в голову. «Ты погрузился в силу. Теперь пусти жизнь внутрь себя, внутрь твоего сердца. Пусть она станет твоей частью». Мне нужно было, чтобы Стражник хотя бы немного постарался. Тогда я быстрее смог бы довести его до второго шага и... «Не делай этого!» Товарищ моей жертвой попытался его остановить. Уже во второй раз. И опять для удерживаемого мной бога это стало своеобразным вызовом. Он что-то неразборчиво заорал, призывая то ли Демиурга, то ли его силу. В общем, сделал то, что было нужно. И я в тот же миг пробил ему грудь, помогая стихии жизни наполнить его ещё горячее тело. Пришлось ради этого, конечно, использовать лечение, чтобы он не умер сразу. Но результат того стоил. Стражник попал на этап второго шага жизни. И его сердце наполнилось стихией, а я вырвал его. Финальный штрих. «Спасибо за подарок!» Мёртвое тело рухнуло у моих ног, а я опустил свою добычу в карман на поясе. Ещё не настоящее сердце духов. Внешне оно скорее походило на высушенное яблоко. Но главная суть. Если прикрыть такую штуку пирамиды из обмана, то она продержится неделю или даже две, в зависимости от силы жертвы. Но я смогу в случае чего обратиться к связанному с ней алтарю. Именно таким образом я подготовил четыре сердца света, чтобы незаметно прогуляться за Петровичем и заключить сделку с его хозяином. Изначально, правда, я искал последователей стихии Санни, чтобы проверить, не будут ли и они моими дальними родственниками. Но нет. Похоже, на девушке линия Майи и Кейси пресеклась. А найденная мной во внешних мирах четвёрка оказалась просто компанией безумных фанатиков. Они тренировались, чтобы бороться с каким-то местным властелином зла. Ещё и меня записали в его слуги. К счастью, хоть как-то в итоге принесли пользу. Помогли отработать новую способность и заключить очень полезную сделку с тенью. Увы, были и минусы. Первый — создание сердец стихий и похищение алтарей. Работало только с теми, кто оказывался значительно слабее меня. Так что надеяться таким образом заполучить контроль над каким-нибудь лейтенантом или выше было очень маловероятно. Но я не терял надежды. А второй минус — тень из вечных равнин второго полюса мироздания, что даровал мощь стихий богам Каррии. Это создание, кем бы оно ни являлось, было очень сильно. Мы не сражались. Мы просто говорили. Но и так я чувствовал стоящие за тенью мощь и разум. Впрочем, риска я не боюсь. Так или иначе, я запустил сразу несколько планов, которые могли привести меня к цели. Я добьюсь того, чтобы уничтожить башни кровавых полей. Или все сразу. Или только те, что принадлежат смерти и жизни. Но я сделаю это. И сброшу цепи, что не дают мне отправиться дальше в прошлое. Кто бы не придумал эти ограничения. Если он считает, что с ними нельзя справиться, то зря. Придётся, конечно, попотеть, но это такие мелочи. Он умер? Навсегда? Первый стражник не двигался с места, но его взгляд был прикован к рухнувшему на тюремный пол напарнику. Да, без сердца и с вытекающей наружу стихией жизни. Тот выглядел страшновато. Потерял алтарь. Всего лишь один. И немного гордости. Оклемается. Я решил вознаградить поведение адекватного стражника и заодно кое-что проверить. «Если у вас есть общие миры, могу отправить к нему. Поможешь товарищу». Не знаю, чего от меня ждал стражник, но он ни капли не удивился моему предложению. Только сделал один шаг вперёд. Снял щиты и сосредоточенно кивнул. А ведь он оказался ещё и умён. Глупец бы попробовал убить себя сам, чтобы сбежать или передать сигнал о моём вторжении из другого мира. Этот же учёл, что я такое предусмотрю. Например, с помощью остаточной энергии от взрыва великих стихий. Или готовности поставить купол-пирамиду на любого мертвеца. «Иди». Я просто снёс голову Богу, отправляя того на перерождение. «Это, конечно, даст ему возможность обо мне доложить. Не сразу. Минут через десять, когда его стихия немного успокоится. Но придётся чуть ускориться. Впрочем, и я не остался в накладе. Теперь, отследив точку перемещения, я буду знать, к какому миру относится моё новое временное сердце жизни. И при желании смогу сделать его полноценным. Единственным для того мира. Как я за этот месяц подчистил семь миров, к которым относились и мои семь алтарей смерти. Всего-то и нужно было, что выбрать что-то далёкое. В глубине внешних миров на подобные захваты всем было плевать. А набрать сотню алтарей для того, чтобы бросить вызов остальным местным богам и зачистить лишние алтари, с моим новым приёмом по выращиванию сердец тоже было вполне реально. Жаль, времени много ушло. Я двинулся дальше. Туда, где в камерах на втором подземном этаже должны были находиться мои старые помощники. Капитан Харт, Николас, Мона, Шоги, сёстры Санни. Увы, не родные, но сейчас это не так важно. Для моих новых планов мне были нужны те, на кого можно положиться. Хотя бы немного. И эта команда подходила для этого как нельзя лучше. Как минимум я их знал. А те же капитан с Николасом и вовсе явились ко мне на турнир, рискуя жизнью. Пусть и в рамках интриги Карика с Бо, но тут важен сам факт. И то, что у всех пленников отбирали их алтари, сейчас не имеет особого значения. С этой проблемой я уж точно разберусь. Я прошёл по залу первого наземного этажа, где находились все служебные помещения. Все местные стражники выбежали из кабинетов. Но, как и приказал им их генерал, стояли вдоль стен и ничего не предпринимали, опасливо поглядывая в сторону входа. Ждали меня. Правда, я только выглянул к ним под пеленой обмана и третьим шагом. Не заметили. А потом просто пробил себе ход на этаж пониже. К счастью, когда у тебя семь полных алтарей смерти, даже укреплённые демиургом плиты не представляют особой сложности. Пришлось, конечно, двигаться не спеша, пробивая ход в несколько этапов. Но, учитывая, что желающих помешать мне не нашлось, это было совсем не страшно. Конечно, в глубине души хотелось собрать сразу под сотню алтарей смерти да пробить себе дорогу одним махом. Даже 131 алтарь. Мой предел по количеству воинов в левом крыле ворона. Вот только пока я не был готов давать местным стихиям преимущество перед теми, что пришли со мной из будущего. С одной стороны, вроде бы я и защищён благодаря тому, что работаю только со своими духами. Но с другой, была та же финальная битва с Кариком во время турнира, ведь ничто тогда не помешало старухе устроить мне ловушку из нашей общей стихии. В общем, приходилось держаться на стороже. На первом подземном этаже меня встретили сотни камер. Там сидели какие-то незнакомые мне боги и даже монстры. Не знаю, почему последних-то Карик засунул сюда, а не сразу уничтожил. «Выпусти нас!» — попросил один из богов заключённых, догадавшись, что официальные лица не будут пробивать дырки в стенах. «Это кот! Враг Демиурга!» Ещё один узнал меня в лицо. Видимо, попал сюда совсем недавно. «Кот! Спаси нас! Карик засунул нас сюда просто так! Мы ничего не делали!» Я усмехнулся. Если верить всем, кто сейчас кричал, то виноватых тут изначально и не было. Вот только пока я копался в голове первого стражника, добывая его сердце жизни, успел считать пару дел. Вот тот тощий сопляк с добрыми глазами, серийник, вырезал целый дом во внешнем городе, чтобы отметить получение двадцать четвёртого алтаря. Как оказалось, это повод для местного неофициального праздника. Называется почти стражник. Или вон тот лысый бугай, как оказалось, сектант. С друзьями подлавливал одиноких богов побогаче в среднем городе и грабил. Всем говорил, что хотел выслужиться и открыть в себе силу смерти. Но мой стражник считал, что все эти героические истории – просто оправдание банальной глупости и желание получить всё и сразу. Впрочем, одно другое совсем не исключает. Я отмахнулся от всех просьб, сделал третий шаг обмана, чтобы скрыться с чужих глаз, и двинулся дальше. Что характерно, один из пленников не потерял меня из виду. Я на всякий случай запомнил его. Человек, судя по одежде, стражник. А судя по тому, что сидит тут, бывший. И самое главное, он молчал. «Почему не просишь помочь тебе?» Я почти дошёл до спуска на нужный мне второй подземный этаж, когда не удержался и всё-таки послал ему в голову этот вопрос. «Вспомнил, как ты говорил однажды своим помощникам на турнире. Не просите никогда и ничего у тех, кто сильнее вас. Вот я и подумал, что ты сильнее. Так что просить глупо. А так, если я покажусь интересным, ты сам одаришь меня всем, что нужно. Наглый». Я оценил, как мне ввернули фразу Воланда. «Как зовут?» «Самайн Гейни», — ответил человек. И я вспомнил это имя. Оно стояло выше моего во время отборочных к турниру Карика. Первый ученик Атона, бывший ученик. Он хорошо показал себя в сражении с созданием жизни, но потом о нём ничего не было слышно. Я, если честно, решил, что он просто бездарно погиб. А тут всё явно оказалось гораздо хитрее. «Я не видел тебя на турнире. Почему?» Я ждал ответа и проверял плавающие на поверхности мысли Бога. «Если он соврёт, я, может быть, не увижу детали, но точно это пойму. Узнал, что готовится ловушка. Поэтому решил не рисковать и отправил двойника». Быстро ответил Самайн. «Тот погиб в первые же полчаса. Так что обо мне быстро забыли. А ты наблюдал за турниром со стороны». Вот и нашёлся ответ на вопрос, как ученик турнира мог слышать мои разговоры во время трансляции. А как в тюрьму попал? Спрятался. Бывший ученик Демиурга выглядел абсолютно спокойно. Как только до меня дошли слухи, что новый советник Карика решил пригласить меня в гости, так и устроился сюда. Тут хорошая изоляция. Сложно найти. Вот и решил пересидеть годик-другой. А тут я... В голове крутились мысли о том, что же делать с этим учеником. И ведь эта встреча столько всего за собой тянет. Для начала главный минус. Если я возьму Самайна с собой, надо будет учитывать его мощь. Пусть я и освоил четвёртый шаг духов. Этот бог тоже неплох. И как ученик Демиурга мог освоить что-то совсем уж неприятное. Сюда же нельзя быть уверенным, что его мне не подбросили. Особенно учитывая, что моё появление здесь вполне можно было просчитать. Теперь плюсы. Основной. У сильного ученика Атона, Асамайн, как я уже решил, действительно сильный, должны быть в подчинении высокопоставленные духи жизни. Если вытащить его сердце с одним таким, то можно будет покорить и заставить служить себе полноценный клан этой стихии. Хорошая перспектива. Но, тем не менее, хочется верить в случайности. Сама Ингейни. Первый ученик Атона. Не все умеют видеть связи людей. А я вижу. У меня есть 200 алтарей. Один собранный клан жизни и один в процессе. И я не трачу свой потенциал зря. Именно поэтому я смог заметить то, что пропустил Карик, который до сих пор считает главным проявлением мощи Демиурга голую силу. Кот, тот, кто набил ложному избранному морду перед воротами внутреннего замка, был связан со своими последователями узами судьбы. И поэтому я отправился сюда, в тюрьму Карика, чтобы дождаться его. Пара внушений тем, у кого были алтари клана Дикой Собаки. И никто даже не задал вопросов, когда я пришёл и занял своё место. А потом, как я и рассчитывал, появился кот. Всё-таки умение брать лёд жизни, видеть узы — это не просто мой талант. Это моя путеводная звезда, которая уже не раз меня выручала. Начало разговора прошло как по нотам. Кот заинтересовался. Я уже поверил, что так всё будет и дальше, как вдруг голову разорвало дикой болью. «Никто не говорил, что он ещё и такой сильный менталист», — мелькнуло в мыслях, когда сознание начало уплывать от навалившихся на нервные окончания страданий. «Сюрприз», — ответил кот. «Подожди. Не вижу смысла. Подожди, я подстраховался. Кажется, часть карт придётся открывать сразу. Впрочем, чего и следовало ожидать с таким серьёзным противником. Если меня убить, все мои алтари перейдут к Арику. Ты не сможешь отследить мои возрождения и заполучить себе даже самую малость». «Чего ты хотел?» Давление немного ослабло. Похоже, кот признал мой аргумент. И, кажется, его действительно интересуют алтари Демиурга. «Значит, мы точно сможем договориться». «Я прошу твоей помощи», — выпалил я свой план. «Я открою тебе проход к моей башне жизни, и на твоём четвёртом шаге ты сможешь туда попасть. И зачем мне так рисковать?» В голосе Карика появились вкратчивые нотки. «Ты поможешь мне достать сердце ещё одного лейтенанта Дикой Собаки, а я помогу тебе собрать свой клан жизни». Я замолчал, ожидая реакции на свои слова. Не думал, что придётся так просто и прямо всё выкладывать. Но, кажется, с котом, как когда-то с учителем, не стоит шутить. Однако оно того точно стоит. Если получится, то смертные короли больше не смогут ставить мне условия. Я сам получу всё, что нужно. Сначала второго лейтенанта, затем третьего. А потом, когда большая часть клана будет у меня в кулаке, подо мной короля. Впервые со времён самого Хошама.